На чемпионате мира сборная России начала собирать медальный урожай. В ходьбе у женщин на 20 километров на старт вышли три спортсменки – Елена Лошманова, Анися Кирдябкина и Вера Соколова. Вскоре после старта от пилотона отделились две спортсменки. Россиянки, как и в случае с мужской гонкой, тут же бросаться в погоню не стали. Отгонять соперниц Елена Лошманова и Анися Кирдябкина начали лишь незадолго до 10-километровой отметки. После они шли вдвоем. Вопрос состоял только в том, в каком порядке россиянки пересекут финишную черту. Наша землячка Вера Соколова на трассе совершила стремительный рывок и за один километр перебралась с седьмого места на третье. Правда, по мнению судей, 26-летняя россиянка дважды нарушила правила, а на стадионе получила третье, последнее предупреждение. Удаление Соколовой буквально за несколько метров до финиша лишило Россию возможности полностью занять пьедестал. В результате бронза досталась спортсменке из Китая. Одну из первых нашу спортсменку после финиша встретила директор спортивной школы ходьбы Алина Иванова, в прошлом прославленная спортсменка, чемпионка мира 91-го года. Она считает, что в спор за медали вмешалась политика. Похоже, судьи не хотели отдавать россиянкам весь пьедестал. Ну, если так строго судить, у всех были какие-то поддельности, скажем так, но она не хуже других шла, не хуже, скажем, тех же сзади, которые шли, двух китаянок. Не нам судить. Каждый судья, как думает, какое настроение у него, от него сдавит. Вот она рядом, недалеко стоит, она расстроена очень, конечно, слезы на глазах. В прошлый раз на университете она была расстроена уже. Мысли, говорит, подкрадывается, бросить. Еще одна спортсменка из Чувашии, Кристина Савицкая, выступающая в Семиборье на чемпионате мира по легкой атлетике, получила тяжелую травму во время метания копья и была отправлена на машине скорой в больницу. По последним данным, у Кристины Савицкой защемила спинной нерв. Рядом с ней находятся врачи сборной. После пяти видов россиянка занимала 15 место.